Сарга 78 О демонше Каркати Васиштха сказал Тут Каркати достойный цветок древа семейства демонов, подобное черному облаку, плывущему в темноте, издала ужасающий рев. После этого рыка она заговорила хриплым и страшным голосом, подобным отголоскам, следующим за раскатами грома в тучах. Каркати сказала Эй вы, двое, подобные солнцу и луне, следующим по ужасному лесу. Два червя в темной пещере Великой Майи. Кто вы, великие мудрецы или глупцы? Вы пришли стать моей пищей и заслуживаете того, чтобы я сейчас же вас проглотила. Царь сказал О призрак! Кто ты и где ты? Покажи себя, ибо кто испугается одного только жужжания пчелы? Воистину, лишь недалекие люди устремляются к желаемому со всей скоростью, как лев. Оставь свое раздражение и прекрати запугивание. Яви свою силу и достоинство. Скажи мне, чего ты жаждешь, и я дам тебе это, о законопослушное. Ты хочешь испугать нас своими рассерженными криками или сама нас боишься? Скорее предстань перед нами видимой форме, с подобающим голосом, ибо тянущие время не достигают ничего, кроме саморазрушения. Каркати подумала, что ответ царя не дурен и приятен, и зарычала, чтобы показать путникам свою силу, а затем расхохоталась. От ее смеха и рыка все пространство наполнилось эхом, и она явила свое огромное тело в свете блистающих в улыбке зубов. Она напоминала гору, расколотую молнией из тучи всеобщего разрушения. Ее глаза сверкали молниями, наполняя небо искрами, напоминающими разлетающихся журавлей. Она была подобна мерцающим огням подводного пожара в едином океане тьмы. Ее рев был словно гром множества громадных черных туч. От ужасного скрежета ее зубов с криками умирали притаившиеся во тьме хищные звери и грабители. Она оказалась черной колонной, достигающей небес. Волосы на ее голове стояли дыбом. Черные глаза были полны мрака, и она внушала ужас демонам-якшасам, ракшасам и пешачам. Ветер ее дыхания проходил через отверстие тела с ужасающим звуком бхам. Кучки волос на голове напоминали торчащие палки, обгоревшие ветви и зубья плуга. Она была как живая вершина горы черного агата, содрогающаяся во время разрушения мира. Она возникла как разрушительная последняя ночь творения, как слуга Шивы, сотрясая богов творения своим смехом. Ее тело напоминало осеннее небо, затянутое тучами. Оно было плотным, как ночь, и походило на огромную тучу. Она была подобна черному демону Раху, восставшему из тьмы, чтобы поглотить луну и солнце. Ее черные груди напоминали бездонные деревянные ступы или два висящих облака из сияющего черного сапфира. Ее огромное тело было словно обгоревший пень с головой, похожей на крону дерева, и с гигантскими, качающимися лианами рук. Увидев ее, оба героя нисколько не дрогнули. Их ум не взволновался, будучи чистым. Советник сказал Огромная демонша, почему ты рассержена? Воистину только глупые и недалекие, сильно распаляется даже по мелкому поводу. Оставь свой гнев, он тебе не к лицу. Мудрый достигает своих целей подходящими мирными путями. Ураган нашей мощи сдувал, лишая силы, тысячи таких букашек, как ты, и их уносила подобно листьям и сухой соломе. Оставив раздражение, разумные достигают своих целей соответствующими действиями, с ясным и спокойным умом. Пусть собственные деяния будут успешными или нет, только великая судьба отвечает за это. К чему заблуждаться по такому поводу? Скажи, чего ты хочешь? Никогда даже во сне, просящий не уходил от нас без исполнения своего желания. Услышав это, демон Шааракшаси подумала. О, какое хорошее, смелое и разумное поведение у этих двух прекрасных людей. Я думаю, они необычные люди. Удивительно. Их слова и лица указывают на внутреннюю пробужденность. Как воды рек, сливаясь, смешиваются друг с другом. Так же мудро и мгновенно узнают друг друга по речам и выражениям лиц. Эти двое, кажется, поняли мои намерения. А я разгадала их мысли. Поэтому я не убью их. Силой своей мудрости они вечны. Я думаю, они постигли свою природу. Потому что без знания себя ум не способен освободиться от страха смерти. Это возможно только в результате ясного понимания, реального и нереального. Я спрошу их о некоторых сомнениях, которые одолевают меня, ибо те люди глупы и низки, которые не разрешают сомнений, встретив знающих. Подумав так, Каркатия приняла подобающий вопрошающему вид, прекратила смех и рычание, подобные грому тучи вселенского разрушения, наступившего не свое время, и спросила, «Кто вы, смелые люди? Поведайте мне о безгрешные. От одного вашего вида в чистом уме возникает дружеское расположение». Спутник царя ответил, «Это царь страны Кератов, а я его советник. Мы вышли на нашу ночную прогулку, чтобы останавливать подобных тебе. Это царская обязанность днем и ночью пресекать действия скверных существ. Кто оставляет свои обязанности, тот губит себя, сгорая, как дрова в огне». Каркатия сказала, «Царь, твой советник неумен. Царь, у которого глупый советник, не должен быть царем. Если помощник хорош, хорош и царь. Поэтому царь должен умно выбирать хорошего советника. Этим он обретает славу. А каков царь, таковы и подданные. Изо всех хороших качеств высочайшим является знание изначальной сущности. Ведающий истину царь становится настоящим царем. И знающий это советник будет лучшим из его помощников. Эта благородная мудрость приносит царю могущество и беспристрастное видение. Не имеющий же этого знания не достоин быть ни советником, ни царем. Если вы владеете этим знанием, вы достигли высшего блага. Но если нет, то вы бесполезны, и в соответствии со своей природой я вас съем. Если же вы верно и с умным развлечением ответите на мои вопросы, вы станете мне дороги, как любимые сыновья. Царь или советник, дайте мне ответы. Это мое горячее желание. Выполните мою просьбу. Кто в этом мире, не исполнив обещанного, не расплатится тяжко за свой грех? Такова Сарга 78. О демон Шикаркате, книге Третьей о создании Маха Рамаяны, Шри Васиштхе, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. Продолжение следует. Продолжение следует...